Всем добрый день, всех приветствую на нашем новом вебинаре 3CX и Fanville. У нас сегодня два ведущих, это я и Илья Иванов. Да, всем привет, надеюсь, что меня хорошо слышно и видно. Сегодня у нас такой интернациональный состав участников, видно много гостей из Казахстана, из Узбекистана. Всем здравствуйте, в каком бы часовом поясе вы не находились. Вебинар мы планировали сначала провести с вендором 3CX, но у нас по техническим причинам не удалось состыковаться. Но здесь с нами Илья Иванов, продакт-менеджер, наверное, самый опытный 3CX-менеджер русскоговорящий. Я думаю, он легко расскажет и о партнерской политике, и о системе унифицированных коммуникаций 3CX в целом. Я же от себя расскажу, как 3CX и Fanville могут взаимодействовать. Мне именно эти системы нравятся больше всего. И в своей части выступления я на этом подробнее остановлюсь. А сейчас слово передаю Илье. Илья, расскажи нам, пожалуйста, о компании 3CX. Да, всем еще раз привет. Я тоже не просто так наделал логотип Fanville на себя, потому что действительно отвечаю за эти два бренда – Fanville и 3CX. И, конечно, нам нравятся любые активности и любые проекты, в которых происходит совмещение этих двух брендов. Они друг друга усиливают. Так что этот вебинар проводить особенно приятно. Ну и, конечно, основной акцент сегодня сделаем на то, как два производителя могут работать вместе и как вы можете осуществлять проекты с помощью программного обеспечения 3CX и оборудования от Fanville. Да, как сказал Григорий, расскажу сначала про бренд 3CX. Ну, наверное, как вы могли заметить, название сегодняшней презентации тоже волнующая многих из нас тема, что можно будет поставлять в России, что можно будет использовать в проектах. 3CX – компания с Кипра, при этом юридическое лицо находится в Объединенных Арабских Эмиратах, поэтому ни в каких санкционных историях производитель не участвует. И поддержка пользователей и партнеров во всех странах будет происходить и сейчас, и в будущем. Так что в этом плане можно не переживать. Наверное, это такой акцент, который надо было сделать в самом начале, потому что действительно очень многие задают сейчас этот вопрос. Вот позиция такая. Сама по себе компания крайне популярная в мире, особенно в западных странах, в Западной Европе и в обеих Америках. Больше 600 тысяч платных инсталляций в мире и бесчетное количество пользователей, которые используют бесплатную версию 3CX. Официально продукты представлены через партнеров в 190 странах мира, ну, то есть практически во всех. 12 собственных офисов, больше сотни офисов представителей дистрибьюторов, 3CX – одна из самых быстро растущих платформ по миру, порядка 40% рост в год. Ну, понятно, как считать, в деньгах или в клиентах. Тут показатели можно подгонять, но в любом случае, как ни смотри, рост двузначный. Наверное, надо переставать себя хвалить и больше переходить непосредственно на рассказ про саму платформу. Кто не знает, кто, может быть, с ней еще не сталкивался. Это не просто IP-ATS, и сам производитель так себя позиционирует, но и по факту действительно так. Это полноценная коммуникационная платформа Unify Communication, ну или даже, как последние пару лет модно говорить, не UC, а UCNC, Unify Communication Collaboration. Потому что действительно, кроме телефонной связи, в платформе предусмотрен чат, обмен сообщениями и файлами между сотрудниками, внутренний мессенджер, интеграция с мобильными устройствами и мобильные приложения, при том у 3CX два отлично работающих мобильных приложения, одно для телефона и другое для веб-конференций. Ну и вот откровенно и честно могу сказать, что по сравнению с другими официальными приложениями других производителей, у 3CX все прям очень классно реализовано. И статусы пользователей, и качество связи, и так далее, и так далее. Аудио-видео-конференции, которые идут как бесплатные дополнения к коммуникационной платформе, все это, конечно, у нас тоже есть. Ну и в том числе, например, платформы вебинаров до тысячи участников. Ну, то есть при желании можно вот примерно то же самое, что вы сейчас видите, проводить и на платформе 3CX. Интеграции с бизнес-приложениями, CRM-системами, PMS-системами и так далее, и так далее, конечно, тоже присутствуют. Возможности контакт-центра действительно часто 3CX используют как профессиональную платформу именно для массовых обзвонов, для контакт-центров на входящих звонках и так далее. Это все есть. И отдельно нужно заметить профессиональную локализацию продукта на русский язык, всего и веб-интерфейса, и партнерского портала, и материалов, и так далее, и так далее. Но при том традиционно в 3CX трудится много русскоязычных сотрудников. То есть это профессиональная локализация именно на русский язык, не какой-то Google-перевод, как часто бывает у каких-то восточных производителей. То есть здесь в этом отношении все тоже прекрасно. Вот так вот на один слайд попытался рассказать, что это вообще за платформа и зачем она нужна. Ну, вероятно, в чате у нас есть немало людей, которые, в принципе, не в курсе, что такое 3CX, поэтому безводной части, конечно, здесь было не обойтись. Но давайте попробуем еще раз по пунктам, чем этот продукт может быть выгоден. Во-первых, это чисто программное решение, я, может быть, так в самом начале напрямую это не сказал, но это действительно не коробочное решение. Мы продаем только софт, ну, по сути, инсидионный ключ. Отсюда все вытекающие преимущества, что никакой затрат на логистику, никакого ожидания, поставка в течение пары часов, нет морального физического устаревания продукта. Обновление происходит буквально сразу же. Все расширения, апгрейды также можно сделать буквально в течение нескольких часов, если не минут. То есть в этом плане мы уходим от всевозможных ограничений. Ну, конечно, часто слышится от заказчиков в России и в других странах, что мы хотим купить что-то физическое, поставить непосредственно серверное, чтобы у нас что-то стояло. Ну, тут опять же на усмотрение вас, как наших партнеров, ничто не мешает продавать софт вместе с сервером. Ну, и все-таки мы считаем, конечно, что это в любом случае шаг вперед и в будущее. Продавать софт уже намного приятнее и проще с любых точек зрения, экономических и экологических и так далее, чем торговать коробками. 3Six устанавливается в любые виртуальные среды, на Windows, на Linux. В этом плане пользователи никак не ограничены. Ну, и мы тоже никакое решение не навязываем здесь полностью на усмотрение заказчика. Ну, вот, наверное, один пункт еще выделю именно про QR-коды. Да, действительно, ну, вот 90% наших партнеров отмечают, что даже на уровне каких-то мелочей, таких как настройка доступа в пользователей к мобильному, будь то приложению, или к десктопному, осуществляется буквально по одному QR-коду или по одной ссылке. То есть не нужно отдельно настраивать каждому сотруднику доступ. Сисадмины не тратят время. Буквально каждый сотрудник, будь то оператор колл-центра, любой секретарь, менеджер и так далее, в два движения получают доступ ко всем возможностям. Ну, действительно, классно, удобно. И в 3Six в этом плане все очень много продумано до мелочей. Про автопровижн дальше расскажет Григорий. Я здесь не буду останавливаться. Ну, вроде по всем пунктам более-менее прошлись. Слайдов сегодня много, поэтому повторяться, конечно, не будем. Про лицензирование нельзя не сказать. Если я тут несколько раз повторю, что это софт, и мы торгуем именно лицензионными ключами, что же это, собственно, такое? 3Six, как и многие другие софтовые продукты, не обязательно из телефона, вообще из любых сфер, продается по подписочной модели, то есть годовыми лицензиями. Раз в год, соответственно, заказчику нужно вносить плату, ну, партнеру также продлевать лицензию. Для партнеров это очень удобно, приятно и выгодно в том плане, что есть очень предсказуемый кэшфлоу. Из года в год можно понимать, что одни и те же заказчики будут приносить одни и те же деньги, очень легко бюджетировать и развивать свой бизнес. Для большинства наших партнеров это действительно прям классное преимущество. Если же заказчик, например, какая-то организация, где очень плохо с бюджетированием, и это очень сложный процесс, ну, также ничто не мешает взять 3Six, например, на 10 лет и рассматривать это как условно-бессрочную лицензию со сроком владения, например, 10 лет или 12. Вот больше 12 мы никогда не считали такого длинного горизонта планирования. Еще ни у кого не было. Бесплатные версии, конечно, есть, при том на 45 дней есть версии, не ограниченные вообще никак, ни по редакциям, ни по функционалу, ни по количеству абонентов одновременных вызовов. То есть любое тестирование платформы, любая компания абсолютно любого размера и требований может проводить в течение 45 дней. Удобно, классно, все можно сделать и помогает в принятии правильного решения. Ну и вот, наверное, самое важное в этом всем 3Six, это вот, пожалуй, единственное решение, среди всех которых я знаю, которое лицензируется по одновременным вызовам, а не по абонентам. Это очень классно и выгодно для компаний, где много абонентов, много устройств, много клиентов, но при этом они мало звонят. Яркий пример – это отели. Очень много номеров, в каждом стоит по телефону или по два, а то и по три, но при этом постояльцы звонят крайне редко. И в этом случае для гостиницы любого размера получается крайне выгодно и интересно взять небольшую лицензию от 3Six. Ну, кстати, еще в телефонах Funvel, о которых мы тоже будем говорить, реализована функция SIP Hotspot. Об этом, я думаю, Григорий тоже расскажет подробно чуть позже. Это позволяет еще больше в этом отношении экономить. Ну и получается такое классное решение, когда стоят отличные телефоны в номерах, прекрасный АТС в основе телефонной сети и все вместе прекрасно работает. По разным причинам отели – это такой показательный пример, где все прекрасно вместе интегрируется и работает, но, конечно, далеко не единственная сфера, где можно использовать наше ПО. Ну, по сути, любое место, где что-то должно звонить, там может быть АТС и аппараты от Funvel. Но тут как бы и специальные решения для отелей у нас есть – интеграция с отельными PMS-системами, вот такие вот дополнительные фишки и целая линейка отельных телефонов. Поэтому, наверное, именно в качестве примеров мы сегодня еще не раз обратимся именно к этой сфере. Ну, здесь буквально тезисно пробегусь для партнеров, которые присутствуют, чтобы еще раз рассказать о том, что может дать 3CX. Ну, бесплатный и простой вход действительно в наше время может быть важно, потому что у каких-то вендоров, поставщиков решений есть вообще платные условия того, чтобы стать дилером. Кто-то считает это нормальным. Ну, мы считаем, что все должно быть не так, и, конечно, это мы должны давать какие-то бонусы и помогать с вступлением в партнерскую программу, а не с вас требовать денег, чтобы вы вообще стали нашим партнером. Учебный период с дополнительными бонусами, плюшками, возможностями для обучения длится полгода. За это время можно реализовать первый проект спокойно, и все наши партнеры прекрасно успевают, проблем не возникает. Конечно, можно рассчитывать на всевозможную помощь от нас, обучение, материалы и так далее. Сертификация в 3CX понятна и простая. Буквально 30 вопросов да нет, и можно получить лейбл сертифицированного технического партнера. Мы стараемся избегать лишней бюрократии, поставки без задержек, ну и потому что это софты, потому что мы стараемся здесь никак не ограничивать, не вставлять дополнительных палок в колеса. Ну и то, о чем я сегодня еще, наверное, скажу. Опять же, если вы рассматриваете комплексные проекты 3CX плюс Fanville, то это тоже и ускоряет процесс, увеличивает шанс успешно презентовать решение заказчику, потому что, конечно, мы знаем какие-то дополнительные возможности. У нас есть примеры реферальных проектов, где 3CX используется нашим оборудованием, так что не стесняйтесь предлагать все вместе. Ну вот, да, как раз плавно перешли к тому, на чем зарабатывают партнеры. Возможно, у кого-то еще пару слайдов назад возник этот вопрос, но как так вот вы говорите, что лицензии очень дешевые, а что мы тогда зарабатываем? Ну, во-первых, да, сразу много на 3CX заработать не получится, потому что она действительно как бы недорогая и как ни прути, даже если в процентном отношении маржинальность партнера высокая, но просто общая стоимость продажи не такая большая. Но поскольку это годовые лицензии, то вы должны понимать, что будете из года в год работать с заказчиком и, соответственно, получать свою прибыль. Кроме того, наши партнеры сами решают экономическую модель своего взаимодействия с заказчиками. Кто-то предлагает техподдержку бесплатно, кто-то по тикетной системе, кто-то за деньги по подписке, опять же. То есть тут дополнительных возможностей заработка на интеграциях, на предложениях каких-то сторонних продуктов, на CRM, PMS-системах и так далее, тоже их очень много. Ну, здесь в какой-то степени кто во что гораст, и 3CX как основа сети позволяет дальше партнерам зарабатывать на чем угодно. Но и первоначально, конечно, еще раз повторюсь, не забывайте предлагать в проекты комплексные решения, например, ПО и оборудование от Funvel, потому что один раз продав сотню, другую, третью аппаратов, можно получить доход единоразовый, ну а потом, соответственно, из года в год на подписках также продолжать работать с клиентом. Так что в конечном итоге, если все грамотно сделать и расписать, все получается крайне выгодно и для заказчика, ну и, конечно, для вас, для наших партнеров. Пара дополнительных моментов, что вендор предлагает партнерам, ну, конечно, большинство из этого я уже сказал, но добавлю, что любой партнер получает бесплатные лицензии для использования в своем офисе и для демонстрации клиентам, и у нас есть, ну, реально десятки, может быть, даже уже сотни с лишним партнеров, которые просто непосредственно в своем офисе используют вот эти бесплатные ключи от 3CX и радуются, что, наверное, подтверждает, что если сами интеграторы используют решение в своей собственной работе, ну, значит, оно хорошее. Упоминание на сайте 3CX и дополнительные возможности, это, конечно, все тоже работает, ну и техническая поддержка от вендора также присутствует по телефону или по тикетной системе, но, вот я переключил слайд, должен сказать, что и у нас, как у дистрибуторов, компания Epimatico, тоже есть техническая поддержка и по почте, и по телефону, но у нас также можно получить комплексную и пресейл, и постсейл техническую поддержку комплексно по различным брендам, в том числе, если у вас проект 3CX, например, плюс Funville, то не переживайте, всегда можно получить консультацию сразу по всему комплексу вопросов по проекту, такой дополнительный плюс. Ну и, конечно, мы помогаем защищать проекты и ценой, и технически, и документально, даем дополнительные скидки, проводим обучение, так что предлагаем вам работать с нами и вместе добиваться успеха. Ну и небольшой нюанс, важный для партнеров в России, с прошлого года программное обеспечение начало облагаться НДС 20%, но у нас есть два юрлица, одно работает с НДС, другое по упрощенке без НДС, так что у нас есть возможность предлагать партнерам работу и так, и так, кому как удобно, мы здесь стараемся максимально предлагать различные варианты, чтобы партнеры сами выбирали, как им лучше и как им проще. Ну вот, резюмируя все вышесказанное, я хотел так вот в несколько строк сказать, почему, еще раз сказать, почему классно и выгодно реализовать комплексные проекты Fanville плюс 3CX через нас, как дистрибуторы. Во-первых, это двойная защита проектов и ваших инвестиций. Мы предлагаем дополнительные скидки, в случае, если задействованы два бренда, при том и по тому, и по-другому, можно их получить. Ну и, например, поскольку там, в том числе даже лично я отвечаю за оба бренда сразу, понятно, что здесь договориться будет намного проще. Полная совместимость работы двух брендов, сейчас вы на следующих слайдах, я думаю, это увидите, убедитесь. Качественный пресейл от нас обеспечиваем и гарантируем. У нас есть описанные кейсы, которые, я думаю, вы сегодня тоже увидите. Ну и они в открытом доступе, и на нашем сайте, и на сайте Fanville, и на сайте 3CX. Всегда можно найти множество реферальных примеров из разных отраслей, где все вместе прекрасно работает. Можно рассчитывать на призы и подарки и от нас, и от одного, и от другого бренда. У нас есть партнеры, которые за интересные совместные кейсы вот на разном оборудовании. В прошлом году собирали просто кипу подарков и денежных, и каких-то вещественных, и с одной, и с другой, и с третьей стороны. Ну и в целом были довольны. Опять же, на тестирование проще взять оборудование, ну и по условно говоря, в одном месте. Ну и еще тут можно придумать много пунктов, но не буду. Здесь, наверное, я немножко помолчу, передам уже слово Григорию. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите просто в чат. С удовольствием почитаю и отвечу. Да, Илья, спасибо большое за классную презентацию 3CX. Сейчас мы продолжим об железе, поговорим об оборудовании Fanville. Я хотел про 3CX задать вопрос. А что же произойдет, если мы не обновим лицензию? Потому что сейчас бизнес в России, например, они переживают, что какие-то компании покинули российский рынок, и оборудование стучится и запрашивает лицензию, ее не получает, перестает работать. А что же у нас произойдет с 3CX? Например, если мы не продлим лицензии, или еще что-то случится, можешь ли ты добавить об этом пару слов? Да, добавить, конечно, могу. Но тут никаких ограничений стороны вендора на возможности продления нет. То есть любой заказчик все так же спокойно может его обновить и продлить. Но если, например, у самого заказчика нет бюджета, не получилось что-то согласовать, бывают такие, которые просто забыли в конце концов. По 3CX при неоплате скатывается на бесплатную версию. Четыре одновременных вызова. Но многие заказчики в этот момент уже замечают, что что-то идет не так. Когда, например, у них была лицензия на 32 одновременных вызова, вдруг они понимают, что не могут никуда позвонить, потому что сотрудников много в компании. Ну, приходится быстро, как-то в течение часов и минут эти вопросы решать. Но, в общем, ответ – да. Если программное обеспечение 3CX не оплачивает, то оно просто автоматически скатывается до бесплатной версии на четыре одновременных вызова. Я понимаю, и эта версия, она безлимитна, она всегда работает на четыре одновременных вызова, то есть она без ограничений. Многие компании порядка 10 тысяч инсталляций в России только используют, в принципе, бесплатную версию 3CX. Минимальный функционал, четыре одновременных вызова, но он прекрасно работает, ничего не просит и звонит. Так что такой вариант тоже, конечно, есть. Да, удобно. Так вот, компания Fanville. Мы условно разделяем нашу линейку на четыре части, на четыре сегмента подразделения. Вы, конечно же, знаете производителя Fanville, как то, что мы делаем телефоны больше 20 лет. Сейчас мы, кстати, готовим такой большой видеоролик с поздравлениями от наших партнеров, с нашим небольшим юбилеем. Я думаю, скоро вы этот видеоролик увидите. Мне немножко жаль наших партнеров, в том плане, что в Fanville сейчас очень много IP-телефонов. Модели 2019 и 2020 года мы до сих пор продолжаем выпускать. Мы не сняты с производства. Но никакие телефоны X1S, X3S, это наши, конечно, хиты по продажам. Но сейчас общемировая проблема нехватки компонентов, какие-то проблемы в поставках материалов, экранчиков. Поэтому даже вот в таком ручном управлении мы, бывает, перекидываем компоненты с одной модели на другую. Вот представили в прошлом году серию Light и Pro, но больше 30 различных телефонов сейчас представляет Fanville. Но в зависимости от вашей должности, от размеров вашего бизнеса, я думаю, и руководитель, и какой-то секретарь может обязательно подобрать именно ту модель телефона Fanville, которая будет ему максимально удобна. Отдельный класс устройств – это видеотелефоны. У нас сейчас три модели, которые поддерживают передачу видеоизображения. То есть многие телефоны могут принимать картинку, но вот отправлять могут только наши модели с операционной системы на Android. Мы представили в USB внешнюю камеру, CM60 она называется, и она работает с тремя телефонами. Один телефон X7A, это с горизонтальным расположением экрана. И новый телефон A32i, в нем 10-юймовый. Экран уже сильно больше, и тоже, кстати, вы получаете Full HD изображение. И еще мы представили телефон H7, в нем вертикальное расположение экрана, то есть как некий смартфон, но тоже экран достаточно большой, поэтому этот телефон может использоваться не только в отелях, его можно кастомизировать под какие-то другие запросы. У нас также есть телефонная линейка, Илья о ней говорил. Мы эти телефоны первоначально создавали для такого именитого бренда на букву А, телефонного бренда, который я не буду называть, он сейчас ушел из России. Но эти телефоны, они с другим пластиком, это IPS-экраны с широкими углами обзора, и вообще этот телефон, он сильно отличается от всех тех телефонов, которые делает Fanville в массовом сегменте. Я думаю, если вы их щупали, трогали, они вам тоже как бы нравятся. Я подробнее об этом расскажу. Ну и, конечно же, наше устройство SIP-домофонии, это различные вызывные панели, это домофоны с полноценной клавиатурой. Мы здесь тоже эту рюнейку развиваем и думаем, что именно за этим будущее. Приблизимся к теме нашей вебинары, это именно совместимость с системой унифицированных коммуникаций 3CX. Мы нашу интеграцию делаем, наверное, больше уже пяти лет. Именно телефоны Fanville являются рекомендованными производителям 3CX. Все наши модели 18-19-20-х годов, они уже успешно работают, но Fanville у нас очень часто, на мой взгляд, представляет новинки. Мы, может быть, в конце того года представили новую серию пластиковых домофонов серии S, i10S, модернизировали наш хит, небольшой видео интерком i16, i16S. Вот сейчас представили новую линейку i60 домофоны, две серии IP-телефонов. И вот на этом слайде вы, в принципе, можете увидеть по новинкам. И адаптация у нас завершена. Мы совместно разработчики Fanville и разработчики 3CX уже откатали работоспособность на бета-версиях. 3CX выпускает у нас тоже ежеквартальные апдейты. И сейчас в следующем апдейте, который ожидается в конце мая, апдейт 4, вы получите поддержку от актуальных устройств Fanville. У нас, к сожалению, возникли некоторые проблемы с совместимостью Android-телефонов, но тоже мы ведем работы в этом направлении. Поэтому ожидаем в 2022 году, что поддержка Android-телефонов и наших SIP-мониторов, панелей i50, она тоже завершится, и эти устройства будут успешно провижениться. Так в чем же заключается преимущество работы именно 3CX и Fanville? Как вы знаете, много вендоров, которые делают провиженинг для телефонов Fanville. Все-таки Fanville – это достаточно известный мировой бренд. Компания XOR.com, компания E-Star, может быть, компания OpenVox. Они все делают провиженинг, но это провиженинг немножко другого уровня, немножко стандартный. Я сейчас постараюсь описать, как это происходит. В 3CX это тоже реализовано, и это, конечно, работает у многих. Работает у 3CX, когда телефон у нас находится в одном сегменте сети, в одном Вилане, то при подключении этого телефона в сеть он делает широковещательный запрос, кто мне даст конфигурационные файлы, и система 3CX говорит, что «Да, я тебя вижу, пожалуйста, зарегистрируйся на мне». Вы заходите в веб-интерфейс 3CX и просто присваиваете какой-то ваш добавочный номер. Прошивка и конфигурационный файл успешно отправляются на этот телефон, и это все работает. Но, как вы знаете, у Fanville есть еще и свои системы провиженга. Облачная система FDMS и система предпровиженга, которая называется FDPS. Система FDPS, она не содержит в себе каких-то файлов конфигурации. Она предназначена только для того, чтобы любому оборудованию Fanville при загрузке, будь то интерком или телефон, предоставить ссылку на свой сервер конфигурации. И вот именно вот эта плотная интеграция, она существует только у 3CX, и написана с помощью коллаборации наших разработчиков. То есть это вы можете предоставить новый удобный сервис для ваших конечных пользователей. Вам присылают какой-нибудь всего лишь MAC-адрес, WhatsApp, мессенджер, и вы сами его вбиваете в ваши станции 3CX. Система 3CX генирует этот линк, отправляет его автоматически на наши сервера FDPS. И где бы этот телефон запущенный не находился, пусть даже в другой стране, хоть в Зимбабве, и этот телефон при загрузке обратится на этот сервер и успешно загрузится с вашим сервисом от 3CX. Причем вы не будете переживать о безопасности, потому что это все идет по безопасному протоколу шифрованному на HTTPS. И что самое главное, связь с этим сервисом от Fanville, FDPS, она нужна только единожды. То есть ваш телефон, он пустой, он только куплен, вы его достаете из коробки, втыкаете в сеть, он отправляет запрос на внешний сервер и получает уже вашу ссылку, она может быть локальная ссылка на ваш сервер 3CX, и больше обращаться телефону к этому внешнему сервису будет не нужно. И вот я сейчас еще пройдусь по нашей линейке актуальной IP-телефонов. Модели серии V я представил в начале 2022 года, и сейчас эти модели у меня уже есть в наличии в моем городе, в городе Тупне, Московской области. Поэтому если у вас есть интерес, вы можете мне написать в мессенджер, запросить у меня эти телефоны. Если у вас есть какой-то проект, то мне рассказать, я вам с удовольствием предоставлю эти телефоны для тестирования. У нас есть 4 модельки. V67 – это Android-телефон, и вообще это V-серия, мы ее называем премиальным сегментом. Это весь наш опыт, все то, что мы вкладывали в телефоны, мы и сейчас воплотили вот в этой V-серии. Это телефоны с классными экранами, это, видите, совсем свежий дизайн, это антибактериальное покрытие, экран регулируется. Еще и встроенная видеокамера, то есть это, по сути, еще является видеотелефоном. Ну и также в этом классе еще есть телефоны V65, V64, V62. Они тоже замечательные, тоже успешно работают с 3CX, будут работать в апдейте 4, который выйдет у нас в конце мая. Также у нас есть серия X, это некие уникальные телефоны. Вы знаете нашу политику, что мы не делаем панели расширения. Вот у нас есть телефон X210, в который панель расширения уже встроена, и вы можете сотню контактов, сотню DSS, динамических клавиш как-то преднастроить. Ну, на наш взгляд, это может быть более удобно и, главное, дешевле, чем вы покупаете 5 различных панелей и так друг за дружком устанавливаете, ставите на стол. Вот такая панель расширения, на наш взгляд, более экономически эффективна и, может, даже удобна со временем. Еще у нас в серию X входят уникальные телефоны, например, телефон для колл-центра. Телефон, в котором нет трубки. В нем есть несколько гнезд для подключения гарнитур разных вариантов. И даже вы можете сидеть за одним столом, то есть ваш оператор, ваш супервайзер, и вы можете подключить обе эти гарнитуры одновременно к телефону и помогать оператору, обучать его, что-то подсказывать, например. Вот такой функционал, он часто реализовывается программно в каких-то колл-центрах, но чтобы аппаратно, это вот только оборудование фанвил. Еще у нас педаль, например, есть, который вы можете там отбивать или принимать вызовы. Тем самым ваши руки будут свободны, чтобы вы могли заполнять информацию в вашей ERP-системе. Средний ценовой сегмент – это телефоны XU, все телефоны с гигабитными портами. У нас есть тоже здесь несколько экранов. Они не такие большие, как в телефоне X210, но, тем не менее, от вашего бюджета, от ваших потребностей вы тоже можете в этой линейке подобрать себе удобный вариант. Буквально на прошлой неделе мы сделали анонс среди дистрибьюторов наших, и, может быть, дистрибьюторы уже успели сообщить по своим каналам. Мы сейчас производим замену линейки, и она сохранит название. То есть все эти телефоны – X4U, X5U, X6U – они будут также называться. Мы не будем делать какие-то новые нотификации, декларации на эти устройства, но мы меняем внутренние компоненты этого телефона. Чипсеты, которые у нас ранее использовались, они более недоступны. И вот со смены чипсета у нас немножко меняется функционал. В частности, добавляются какие-то кодеки, малораспространенные, и аудиоконференция у нас возрастает с 3 до 6 участников. Но внешний вид телефона и функционал, там, дата шиты, они практически не изменяются. Поэтому меняется только ревизия телефона. Раньше он назывался ревизия А. Если вы могли заметить, на коробке с фанвилл там в углу об этом писалось. Теперь у нас на телефонах будет написана ревизия Б. Гостиничная наша серия. Много тоже телефонов, и белый, и черный цвет. Белых телефонов у нас на рынке не так много. Получили распространение телефона с беспроводным модулем. Если гостиница в каком-то, это старый фонд, в котором там есть только аналоговая связь, нет возможности протянуть новые коммуникации, там, или ставить какие-то кабель-каналы, строить. Гостиница – это немного квартирный дом, где, знаете, у нас много квартир, в каждой по роутеру диапазон 2,4 сильно там забит. И для телефона это может быть не так, конечно, и хорошо. Но в гостиницах в этом плане посвободнее, поэтому беспроводной модуль только на 2,4 ГГц. Это более дальнобольный вариант, чем на 5 ГГц. Поэтому, да, мы рекомендуем в наших отелях при некоторых возможностях, если у вас нет сетевого кабеля, заведенного в номер, то вы можете использовать вот такие беспроводные отели. Трубка H2U тоже не была для нас неожиданностью, но мы на этой тоже располагали. Она получила распространение не только как отельный телефон, влагозащищенный, который мы планировали, что будет устанавливаться в каких-то влажных помещениях. Это вполне оказалось рабочее решение в качестве ответной части в квартирных домах. У нас есть уже закрытые проекты, что данная СИП-трубка используется в качестве замены каким-то старым цифровым аналоговым трубкам Визит, Цифраула и других домофонов. Все-таки мы движемся потихонечку к СИП-коммуникациям, поэтому вот эти два варианта, черный и белый цвет, они сейчас даже за ту цену, насколько я знаю, практически везде продаются, используются. И у них еще есть одна DSS-клавиша, которую вы можете настроить на открытие реле, домофон на котором. Такой вариант для проектов вы тоже имеете в виду. Он успешно провиженится с 3CX. Новинка, о которой я ранее не рассказывал, это FXS-шлюз. На данный момент он доступен только с одним FXS-портом. В будущем у нас появится устройство GA11. Почему-то такое название выбрали, но оно будет на два FXS-порта. Мы начали процесс нотификации и декларации в странах Таможенного союза. Я думаю, ближайшие пару месяцев мы это завершим, хотя сейчас у нас нашего правительства, правительства России, есть какие-то данные, что может быть нотификации могут быть отменены на какой-то класс устройств. Может быть нотификации будут необходимы, не нужны, а декларации мы сможем быстренько произвести. FXS-порт, компактное устройство, партнерская цена в районе 30 долларов у нас ожидается. И розничные цены, то есть для расчетов проектов порядка 40 долларов. Фанвилл всегда был чуть ниже рынка, я думаю, здесь также у нас ценовая политика сохранится. Примерно на 5-10% дешевле, чем у конкурентов. Вы можете такое оборудование закладывать, оно уже доступно в Фанвилл на наших китайских складах. Линейка SIP интеркомов не сильно видоизменилась. Скорее будет более интересно рассказать про наши видеодомофоны, про линейку i60. Мы в этом году представили 4 модели, это полноценный домофон с клавиатурой, который может поддерживать несколько тысяч записей, паролей, кодов, RFID-карточек. Есть несколько сухих контактов, может быть на себя подключать несколько датчиков движения, включать лампу, открывать замок. Есть вариант i63, это некий европейский вариант, когда при входе в подъезд пишется должность человека или имя, фамилия живущего в этой квартире. Либо может в коттеджных поселках использоваться, если мы в какой-то район, на какую-то улицу заезжаем, то можем вызвать на стойке охранника конкретный дом. И в интеркомы i61-62 тоже очень классную цену, на мой взгляд, имеет. Эта цена у нас снизилась по сравнению с предыдущими сериями домофонов Фанвилл. i61 имеет одну кнопку, она сенсорная, спрятана за стекло. Модель i62 имеет в себе физическую клавишу, для тех, кто привык тактильно чувствовать нажатие, можете предлагать вариант i62. Все домофоны поддерживают RFID-карточки стандарта MyFire, которые не поддерживают шифрование. По NFC, по идентификации лиц пока речи не идет. Как вы знаете, Фанвилл еще позиционирует себя как IT-производитель, с недавнего времени. У нас ожидается интеграция с умным домом китайской компанией Tuya. Новые SIP-мониторы у нас появятся в 2022 году, будут называться i55A и i57A. Какие-то из этих модификаций будут иметь передатчик ZigBee, то есть вы сможете подключать устройство умного дома на вот такие SIP-мониторы. Как я уже говорил, с 3CX у нас не работают сейчас текущие внутренние панели, не работают в том плане, в плане провиженинга. Но, конечно, вы их можете настроить как ручным образом, как на SIP-аккаунт, и они успешно будут звонить. По интеграции 55 и 57 пока ничего не готов сказать, потому что эти устройства еще не были никак представлены, нет демообразцов, дата-шитов тоже нет, но, наверное, в следующем вебинаре, в следующем квартале можно будет уделить этому особое внимание. Отдельный пласт устройств, консольные, диспетчерские телефоны, их по-разному называют. Телефон X210i у нас уже больше 4 лет выпускается, наверняка многие из вас его щупали и видели. Это такой телефон с вынесенным микрофоном на гибкой ножке. Представили мы телефон A32i, это Android-телефон с 10-дюймовым экраном, и мы написали на него не только лаунчер, не только софт, который загружается поверх стандартного ванкет, Android, но вот софт для старта оповещения. Вы можете разделить ваше здание на несколько зон, вы можете записать mp3-файлы непосредственно в память телефона, в нем есть USB-порт, вы можете ставить флешку с какими-то мелодиями, и вы можете, как мышка управляете рабочим столом-компьютером, точно так же пальцем вы можете начинать какие-то трансляции, вмешиваться, объединять пользователей в конференцию, то есть такой действительно полноценный диспетчерский пульт, который может использоваться в охране, в видеонаблюдении. Телефон умеет декодировать H264, то есть получать информацию с IP-камер любых брендов. Мы делаем SIP-оборудование, SIP у нас совместимо с многими устройствами, ну и, конечно, RTSP-протокол тоже, это открытая часть, и может быть просматриваться вот с помощью таких вот Android-IP-телефонов. Часто в наших торговых центрах, магазинах уже развернуты какие-то аналоговые системы оповещения, раз уж мы коснулись массового вещания, то вот вам могут понадобиться такие устройства, которые являются трансфером передатчика между миром аналога и мира SIP. Вот сейчас у нас актуальны эти две модели PA3 и PA2S, в них заложен чуть-чуть разный функционал, но помимо того, что они могут связать, если у вас есть 3CX, и у вас есть SIP-аккаунт, то есть это чисто SIP-ATS, но при этом есть аналоговая развернутая система вещания в магазине, вот такое устройство придется как раз к месту, то есть у вас приходит вызов на SIP-аккаунт, и потом уже уходит на какой-то аналоговый усилитель, либо на аналоговые динамики, вплоть до 30-ти ватт на вот каждое такое устройство, это достаточно громко. В PA2S у нас есть реле, то есть вы можете еще включать лампочки, открывать замки с помощью этого устройства. В PA3 у нас реле нет, но зато есть USB-порт, в который вы можете вставить 4G модем, настроить какой-то VPN-туннель для вашей корпоративной сети, удаленно достукиваться до этого устройства, опять же вести вещание. В ней также есть microSD-порт, вы можете туда вставить карточку с вашими MP3-мелодиями, чтобы там в фоне у вас играла музыка, и вы делали на него SIP-вызов, все это настраивается в рамках приоритетов, музыка останавливается, слышна ваша речь, там нужно покинуть здание и так далее. В общем, вот такой класс устройств тоже может быть полезен. Можете собрать свой собственный IP-телефон или даже какой-то видеотелефон, если подключите, опять же, внешнюю камеру с помощью RTSP-протокола. Fanville-производитель у нас SIP-устройств, но вот ковидное время принесло нам тоже какие-то обновления. Мы посчитали нужным, что можно выпустить такие вот терминалы. Сейчас могу вам рассказать только вот о новинке A17L. Она также будет еще с буковкой T появится, она может считывать температуру человека и отображать, то есть какой-то триггер на экране отображать, что если она там выше 37 градусов, делать какое-то оповещение. Очень интересно, как из обычного телефона, то есть компания Fanville имеет стаж больше 20 лет, которая делает IP-телефоны, затем у нас появились вызывные панели и домофоны. И вот ты увеличиваешь экран, появились ответные части серии IP-50, и вот теперь мы смотрим в сторону еще больших экранов 12-дюймовых, которые тоже наверняка будут иметь реле, смогут открывать какой-то барьер, делать допуск, открывать шлагбаум. Компания Zikiteco, она известна подобного рода решениями, ну вот и Fanville теперь смотрит в эту сторону, и в 2022 году мы скоро представим вот такую следующую новинку. На данном слайде типовое применение, то есть мы считаем, что у нас теперь есть готовое решение для различных комнат, не только для гостиниц, но и для больниц, для каких-то школ, институтов, просто для бизнеса, телефоны, больше 30 различных телефонов, телефоны с большими экранами, без экранов вообще, и все это классная работа системы 3CX. Пару слов скажу о истории, которые известны мне, это вот как раз-таки с помощью дистрибьютора IP-MATIC делали интеграцию в отеле в Анапе, тогда еще не было белых телефонов, были установлены только черными, была установлена станция 3CX. Из-за нового, о том, что у нас в 2021 году, насколько я помню, была инсталляция и модернизация, точнее, в отеле Владивостока, их на самом деле было даже несколько отелей, во Владивостоке модернизированы, вероятно, там какой-то работает очень сильный интегратор по 3CX. Ну, может быть, я здесь Илье дам слово, он от себя еще добавит, как это происходило, или может поделиться еще какими-то историями. Так что, Илья, присоединяйся к нам. Да, действительно, ну, отели – это такой, я уже говорил, показательный пример, где легко и просто ложатся вместе решения у 3CX и Fanville, и как-то с ними традиционно проще договориться о создании кейса успешной истории, о предоставлении фотографий. Ну, почему-то в этой стороне все удачно складывается, и у нас есть еще порядка 50 примеров различных отельных проектов, где есть или Fanville, или 3CX, и, ну, наверное, примерно половина из этих 50, где есть и то, и другое. И также у нас на сайте, да, в Владивостоке еще новотель, еще один как-то назывался, в Краснодарском крае, конечно же, много, в Санкт-Петербурге, в Москве, естественно, на горных курортах, ну, по всей России, странам СНГ, в Беларуси тоже несколько примеров, в Казахстане, так что этим поделиться, конечно, можем, но, естественно, не только отельной сферой ограничивается применение 3CX и Fanville. Я вот предлагал на вопросы в чате поотвечать, может быть, сейчас этим займемся пару минут, а потом закончим, мне кажется... Да, давай посмотрим вопросы в чате. Я также помню, что обещали рассказать немножко про функцию SIP Hotspot, у меня вылетело, да, из головы, в гостинице, как это может применяться. Как вы знаете, 3CX лицензируется по количеству одновременных разговоров, но по количеству одновременных SIP разговоров. Вот, но в номерах у нас может установлено быть и два телефона, или даже три в каких-то случаях, там, на балконе, в ванной комнате, в основной комнате. Вы можете настроить на вот этом телефоне опцию SIP Hotspot, и другие телефоны, они будут находиться в одном же сегменте сети, но они будут получать вызов через мультикаст. И в станции 3CX она будет видеть именно один SIP вызов, но на самом деле три телефона у вас будут звонить. Это будет работать как при входящих, так и при исходящих вызовах. То есть вы делаете вызов, и станция видит только один SIP вызов. Вот так это работает. А теперь, да, давайте посмотрим вопросы. Да, подскажите, как можно взять на тестирование трубку H2U? Ну, можно взять у нас. Проще всего это написать на тест собака IPMATIC.ru, я сейчас в чате тоже отвечу, и взять на тестирование. То есть, в принципе, никаких проблем нет. У нас достаточно большой демофонд, и мы без проблем, конечно, с партнерами делимся. Тут сложности нет. Ну вот, ответил Александру уже в чате на вопрос, ну, уже минут 20 назад ответил, как продавать на рынке, где полно бесплатного астериска. Ну, на самом деле, не такое, что на бесплатный. Тут надо считать. Сейчас у нас есть много материалов на эту тему, где конкретно считаем рубли и доллары, и сравниваем, что сколько по факту стоит, именно стоимость владения. Проводили буквально пару недель назад вебинар отдельный как раз на эту тему. Это действительно другой разговор. Можно посмотреть запись, ну, или обращать там мне на почту, поделюсь тоже всеми ссылками. Ну, наверное, просто это немножко за рамками сегодняшней темы. Григорий, да. Значит, по вопросам. Вопрос от Владислава Ким. Работает ли IPsec VPN на телефонах FunVille и планирует ли FunVille выпуск VKS решений и ATS? Насколько я знаю, VPN у нас поддерживается только OpenVPN и L2TP. Просто IPsec у нас невозможно настроить, а выпуск VKS решений. Мы сейчас, да, делаем анализ. Я думаю, в 2022 году у нас никаких новинок в этом плане не предвидится. И ближайшее, вот мы ожидаем терминалы, которые я показывал на слайде. И еще Wi-Fi трубки у нас ожидаются. Они будут в следующем квартале уже демообразцы. К сожалению, DECT тоже пока отложен еще, наверное, на один год. Здесь новинок никаких не произойдет. АTS в планах FunVille себе тоже не ставит, поэтому будем проводить подобные вебинары с разными вендорами. Решение 3CX замечательно работает. Сегодня я вам рекомендую использовать именно его. 3CX платформа поддерживает интеграцию с LDA почтой и мессенджерами. Да, поддержка широкой того и другого и третьего различных сервисов. Конкретно про мессенджеры официально поддерживается Facebook, Messenger и WhatsApp, отчасти запрещенные на территории Российской Федерации. Telegram официально, насколько я знаю, нет, до конца года обещали, но наши партнеры с помощью инструмента Callflow Designer от 3CX, ну по сути программирования на C Sharp делают самые разные интеграции, в том числе и с какими-то Telegram чатами, ботами. В принципе, тут проблем нет, и заказчикам это тоже можно предлагать. Если что, мы можем свести с партнерами, которыми этим занимаются, все без проблем расскажут. Демо предоставляем не мы, а система работает так. Любой партнер, зарегистрировавшийся в 3CX в своем личном кабинете, может в любой момент сгенерировать лицензию для заказчика на 45 дней без каких бы то ни было ограничений. Ну, разве что на одну почту и на один домен заказчика нельзя сделать несколько тестовых лицензий, нельзя ее продлять до бесконечности. Но каждому новому клиенту без проблем можно делать любую лицензию на 45 дней. Это делает сам партнер, ключи тестовые мы сами не предоставляем, у нас нет технической возможности. Так, Денис спрашивает, можно ли развернуть домофонию фанвил на базе 3CX. Ну, домофония фанвил это, наверное, комплексное сочетание и ответных частей, и там домофонов, и домофоны предыдущих лет, они поддерживаются и в старых релизах 3CX. И вот сейчас я рассказывал об апдейте 4, мы добавим поддержку уже актуальных моделей, там домофонов серии i60. Поэтому домофония фанвил с 3CX это тоже классное сочетание, потому что в доме многоквартир, в доме, например, очень много квартир, это сотни квартир, при этом одновременных разговоров может быть всего пара. Один разговор у вас непосредственно, который гость приходит у вас в общем подъезде, ну и если кому-то из владельцев еще понадобилось связаться с управляющим, со своим ТСЖ, это может быть еще будет один одновременный разговор, но в целом приобретая даже недорогую лицензию там на четыре одновременных разговоров в многоквартирном доме, то есть на один подъезд вы легко можете использовать лицензию 3CX, это все легко запровиженится. А еще и, насколько я помню, можно на Raspberry Pi установить станцию 3CX, не только использовать x86 сервер, поэтому, Илья, я прав, можно же на Raspberry Pi развертывать 3CX? Да, все так. Можно, поэтому сервер, конечно же, нужен для наших домофонов в фанвилл и Raspberry Pi поставили и забыли, что это все работает и звонит, и запись у вас будет складываться еще на какой-то внешний накопитель, если это нужно. Да, так что ответ можно и нужно, обращайтесь. Так, ну все, вроде мы на все вопросы ответили, благодарю Илью за помощь в организации этого вебинара, спасибо всем слушателям, нас было сегодня очень много, я сам не ожидал, что столько людей соберется, запись будет отправлена, спасибо всем, контакты на слайде, если что-то есть, пишите. Спасибо всем участникам, спасибо Григорию, всем хорошего дня. Всем пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!